Бизнесмены. Люди, которые создают рабочие места, развивают экономику, технологии и культуру. 20 октября в Уфе прошел форум «Территория бизнеса. Территория жизни» и 124-й региональный этап национальной премии «Бизнес. Успех». Здесь выбрали лучшие бизнес-проекты Башкирии. Победители были награждены и прошли финал, который пройдет в Москве. Я предоставляю бизнес в сфере общественного питания. У меня собственное кафе, торговые точки в поликлиниках. И у меня большая детская игровая комната, где мы проводим праздники под ключ. Победители этого конкурса поедут на всероссийский этап в Москву. И в связи с этим мы хотели бы пожелать им успехов и достойно представить Республику Башкортостан в городе Москва. Участниками форума стали более 80 предпринимателей. Организаторами выступили «Опора России», «Агентство стратегических инициатив», «Общественная палата Российской Федерации», «Корпорация «Синергия», «Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству». При поддержке правительства Республики Башкортостан, «Агентство по развитию Республики Башкортостан», «Башкирского регионального отделения «Опоры России». Я бы отметил то, что очень хорошо идут женские проекты, то есть очень много женщин стало проекта, причем серьезных проектах. Обратил внимание, что очень много внимания стали уделять экологичной. Я представляла Центр семейно-родословный. Для меня этот проект новый, ему всего два года, это мое детище, я безумно благодарна. Раз меня оценили, это значит, что все сделано не просто так, и это ценный проект. Когда мы знаем свои корни, мы знаем свое будущее. Мы занимаемся переработкой пластиковых отходов, производством уличной мебели для благоустройства общественных пространств. Тема экологии для нас очень близка, поэтому мы этим и занимаемся. Хотим показать, что пластику можно и нужно дать вторую жизнь. Присутствовали на форуме и представители власти. Они отметили, что премия набирает обороты и превращается в явление, которое должно войти в историю. Тренд, который сегодня сформировался в рамках этого форума и вообще в целом мы видим, что очень активно предпринимательское сообщество в сфере туризма и очень активно в сфере туризма предпринимательское женское сообщество. Наше бизнес-сообщество работает вместе. То, что они обмениваются контактами, то, что мы узнаем лучших, то, что они хотят идти вперед, хотят о себе рассказывать, хотят себя показывать. И здесь у моих коллег, у руководителей есть возможность с этим бизнесом познакомиться, узнать, какие у этого бизнеса есть вопросы, есть проблемы и совместно прийти к решению тех или иных проблем. Мы занимаемся производством колбасных изделий и мясных полуфабрикатов по стандарту халяль. Эмоции, конечно, сегодня переполняют, особенно гордость за нашу отрасль. То есть, наконец-то, мы также начали замечать, нас приглашают на такие форумы. И где нас так высоко оценивают, я очень горжусь этим и очень приятно. Для некоторых участников бизнес стал семейным делом. Поэтому неудивительно, что проект таких участников нацелен на создание комфорта для детей. Мы счастливы. Мы производим детские кровати из массива, экологически чистые кровати. Все самое лучшее для детей, качество, комфорт и фантазии детей. Я представляла английский центр, сеть английских центров «Смарт Плюс». Организаторы постарались на славу, и каждый участник получил свою долю внимания. Также был выбран победитель в номинации «Народный предприниматель». Для этого было необходимо набрать наибольшее количество смс-голосов в голосовании, которое проходило на сайте премии. Я представляю компанию «Центр поддержки бизнеса». И в условиях пандемии, я думаю, что мои услуги будут всем актуальны. Мы это докажем в Москве. Все победители получили символ премии, статуэтку «Золотой домкрат», а также подарки от организаторов и партнеров.